здравствуйте уважаемые друзья у нас вчера была ужасная погода весь день лил дождь а сегодня хорошо сегодня будет 22 градуса и вроде как даже обещает солнышко и хочу ответить на такой вопросик такой свеженький но интересный такой вопрос по поводу того есть ли какие-то отдельные программы для семей то есть авторы вопросы говорят что есть семья есть дети и есть большой обилий всяких разных программ могу ли я что-нибудь посоветовать для этого конкретного случая к сожалению могу сказать следующее что в отличие от иммиграционных программ которые были еще сто лет назад основной акцент делается в иммиграции не на то что привлечь как можно больше народу хотя конечно основная цель в этом заключается привлечь как можно больше народу для того чтобы у страны было как можно больше налогоплательщиков любое государство оно имеет свой корыстный интерес к развитым интересом счастлив будет том чтобы оно получало огромное количество денег до налогоплательщиков и тем чем больше этих самых налогоплательщиков тем богаче будет государство это собственно закон жизни современным никуда от него не деться и поэтому любая страна Она хочет, чтобы у нее проживало много людей. Однако, Канада, помимо вот этого тренда, связанного с большим количеством людей, еще является очень избирательной страной. Поэтому, когда она приглашает кого-то в качестве мигрантов, в качестве жителей к себе сюда, в Канаду, она думает прежде всего о том, что эти люди должны внести значительный вклад в развитие экономики страны. Плюс они должны по своему уровню, образовательному и так далее, гармонировать друг с другом. А это значит, что они по меньшей мере должны быть безопасными, спокойными. Желательно, чтобы у них всех было высшее образование или среднеспециальное образование. То есть, чтобы люди, когда приезжали сюда, они себя чувствовали более-менее спокойно, в своем кругу, чтобы не приходилось тратить большое количество времени для того, чтобы, естественно, налогов людей, которые здесь живут, для того, чтобы этих самых людей привести в соответствие к тому, что здесь есть уже. Чтобы не надо было тратить деньги на то, чтобы людей лечить, чтобы не надо было тратить деньги на то, чтобы людей учить, чтобы не надо было тратить деньги на то, чтобы людей держать в тюрьмах, перевоспитывать, В случае, если они не очень, скажем так, не то что неблагонадежны, не очень законопослушны, вот правильное слово. Таким образом, если мы говорим о программах, связанных с эмиграцией, то могу сказать, что на сегодняшний момент никаких отдельных программ на то, чтобы привлечь именно многодетных семей, семей с детьми и так далее, просто не существует, потому что у Канады нет такой цели привлекать именно большие семьи. Если бы у Канады были такие цели, то я так понимаю, что здесь давным-давно поселилась Африка, потому что именно в Африках семьи достигают 15-20 человек, я имею в виду родителей и детей. Соответственно, нет, увы, ях, политика Канады заключается в том, чтобы привлечь сюда как можно больше специалистов. И поэтому все программы, про которые мы говорим, всегда обсуждаем, они прежде всего направлены на то, чтобы привлечь сюда специалистов. Причем не просто специалистов, да, слишком широкое слово, а специалистов тех, которые востребованы на рынке труда Канады. То есть, опять же, и в том фильтре, который связан с отбором, вводится еще более фильтр другого порядка, да, который фильтрует уже тех, которые были отфильтрованы. В этой связи могу сказать только одно, что если вы реально хотите эмигрировать, то мы возвращаемся к старой доброй песне о том, что вы должны быть специалистом, вы должны знать языки, вы должны иметь соответствующий опыт работы, вот. Ну и, собственно, дальше, исходя из того, какая у вас ситуация в плане вашего бэкграунда, в плане знания, опыта и так далее, Канада вам может предложить кучу всяких разных программ. Но не как это не связано с тем, что у вас много детей, поэтому вам открывают все двери Канады для того, чтобы приехали сюда. Так что вот такая вот ситуация. Единственное, что в качестве вот ремарки по поводу того, что большое количество детей, я просто могу сказать, что, наверное, имеет смысл, если у вас действительно большое количество детей, то вам имеет смысл селиться в тех провинциях и в тех городах, где жилье стоит недорого, потому что, естественно, вам надо будет иметь большую квартиру. Это первый момент. И второй момент, наверное, вы будете больше заинтересованы в том, чтобы жить в каком-то более патриархальном месте в плане безопасности, да, потому что в моем понимании, да, вот за те годы, что я здесь живу, у меня четко и ясно выработалась корреляция, да, что безопаснее там, где меньше иммигрантов, соответственно, там меньше рисков. Я не говорю о том, что их не будет вообще, но там меньше рисков того, что здесь не что-то случится, будут какие-то преступления там и так далее. Хотя, еще раз повторяю, всякое бывает из... в глубоко патриархальных городах что-то происходит тоже. Поэтому, как бы то ни было, да, но в общем и целом, если вы хотите там какое-то тихое, спокойное, ну, не то чтобы болоться, да, но тихую, спокойную обстановку, чтобы вы не переживали ни по поводу чего, хотя в Канаде очень трудно, на мой взгляд, переживать по поводу чего-либо, потому что здесь безумно тихо и спокойно. Ну, как будто ни было, да, вы живете в каком-то небольшом городке, там, не знаю, типа того же самого Шербака, из которого я вещал последние несколько лет, там ничего не происходит, по большому счету. Все, вся преступность, это какие-то кражи, или кто-то кому-то нахамит. Иммигрантов почти нет, есть студенты, как бы, из разных других стран, но это не то же самое, что люди, которые живут в стране, да, студенты всегда это совершенно отдельная категория, она и более образованная, и живет каким-то своим собственным правилам. То есть, вот, выкладки примерно такие, да, как вы дальше будете думать, что вы там дальше будете раскладывать, это уже лично ваше дело, но вот по поводу того, что какие есть программы, я вам ответил, что никаких особенно программ и нет, и я, к сожалению, кстати, тут не могу. Затем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok